Бои на Восточном фронте Украины достигают переломного момента в войне с Россией. По мнению экспертов, Работина на юге страны и Купенск на востоке остаются центрами наступательных операций. Украинские войска постоянно подвергаются обстрелам с беспилотников. Но задача по-прежнему состоит в том, чтобы рассечь сухопутный коридор между Россией и аннексированным Крымом и отрезать российские войска от оккупированных территорий на юге. Москва осознаёт опасность прорыва. В район Работина начали прибывать крупные резервы вооружённых сил России. Но ни одна армия не может функционировать без боеприпасов. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от руководства предприятия по производству радиолокационных систем в Тульской области организовать круглосуточную работу завода. Шойгу также недавно посетил Северную Корею, чтобы убедить Пхеньян продавать России артиллерийские боеприпасы. На что очень резко отреагировали в Вашингтоне. Тем временем в Москве заявили, что атака беспилотников на Псковский аэропорт, в результате которой были повреждены либо уничтожены военно-транспортные самолёты, не останется безнаказанной.